Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня видео об эвакуации газели из города Ярославль в Ногинск, в подмосковный Ногинск. Рассмотрена подробно эвакуация, процесс загрузки газели на эвакуаторы. Устраивайтесь поудобнее, погнали! Сначала осмотр перед поездкой. Проверяем масло, уваждающую жидкость, загламывающую жидкость. Ну и вообще смотрим так, газель, эвакуатор на основе газели, поэтому ни в чем уверенным нельзя быть. Стараемся, проверяем. Ярославль Улица 8 Марта Улица 8 Марта, город Ярославль Поверните налево. Наконец-то все сделали. Предвыездный осмотр, предвыездные хлопоты пройдены и едем в Ярославль. 220 километров где-то, дорогие друзья, один конец. Дорога проходит через Переславль-Залезский, Ростов. Интересные города. Переславль даже там проедем через него. Много интересного расскажу. В общем, почти 500 километров, дорогие друзья, тяжело за раз махануть. Больше 10 часов занимает ходочка такая на эвакуаторе. Через 200 метров поверните направо. Ну вот это уже, дорогие друзья, Переславль-Залезский. Поверните и пост перед ним. Останавливает все, что движется. 130 километров в ходу по Ярославке, это Москва. Он находится. Переславль, пройдемся. Прощу ваше внимание, когда подъедем. Подъедем. Переславль очень интересный город. Кто-то, кто не был, друзья, обязательно съездите, посмотрите. Основан Юрий Долгорукий, 12 век. И тут и Плещеево озеро, где Петр I устраивал потешный флот. И монастырей много. И церковь 12 века. Еще Юрий Долгорукий, который основал земляной вал. Оригинальный, еще древний, насыпан. В общем, словом сказать, много интересного, что можно посмотреть. И домики такой старинной архитектуры. И уже будет потихоньку выходить, выезжать из города. Самая старая церковь Переславля. И вообще на районе 12 век, дорогие друзья, Юрий Долгорукий. Основатель Переславля. Залесского. Уже это получается выезжаемость от завода. А это уже Ярославль. В подъезде к Ярославлю. Завод ярославские краски слева находятся. Когда подъезжают приятным запахом томящие селитры. Когда подъезжаешь к Ярославлю. Казели. Тут у них на каждом шагу лежачий полицейский. Просто измучился уже, пока доехал. И концы-то длинные, я Ярославлю. Крен доедешь. Но вот мы уже на месте. Попали иначе. Вон наша ласточка высвечивается. Сейчас мы будем пробовать умирать. Как это сделать? Еще один или я? Вот такой еще момент. Присутствует. Нет. Не ставить. Кстати правильно взял. Значит назад я надо вот так вот ее опратить. Это будет более правильно. Правильное решение. Мы его смогли ввести отсюда на. Надо разъебал отсюда. Это более правильно. Наленько. Наленашка целей. Ничего не делать, погнать. Вы отъезжаете? На долго-то? Да. Если надо, отъеду. Смотрите. Первое дело, друзья, осматриваем газель. Вообще, чтобы ничего не отвалилось от нее при погрузке. Руль, видите, есть какой штурвал на нейтралочку. И пробуем толкануть ее. На ход поставить надо за газелью. За эвакуатором, чтобы легче было грузить. Ну и смотрим колеса. Посмотрим колеса и надо попробовать ее толкануть. Пойдет, не пойдет она вообще. Да, вот такой штурвал, дорогие друзья. Сейчас у нас четыре, наверное, у нее. Ой, нет. Там грузик. Сюда. Ну, да, пускай так. Оп. Требят, когда пробуем. Ну, наверное, нихуя, да? Ой, да. Опа. Ну, зачем это надо? Ну, получилось, короче, толкануть ее. Хоть она была и под горочку. Сейчас будем качать колеса. Для этого у нас есть насос, работающий от аккумулятора. Аккумулятор. Сейчас подкачаем колеса. Сюда. 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 Бумажки лишние там. Которые на ней висят. Газель рекламная. Чтобы они не отвалились при движении по дороге. Проверьте. Проверьте. Не, мне не мешает. Не актуально, да? Почему? Все колеса качаются до трешки. Ну, до трех с половиной можно качать на газели. Такое давление. А в них было единичка, там где-то полторы. Ну, в лучшем случае два. Это очень сильно влияет на пятно контакта и, соответственно, на щелье, которое нужно приложить, чтобы она покатилась. Пошел полкать, а что делать? Попробуем толкануть, о чем я вам и рассказывал. Накаченные колеса прям вообще легко пошли. И это спасает ситуацию, потому что был один же я, дорогие друзья. Теперь уже ее легко зацепить лебедкой, когда она за эвакуатором. … ... ... ... ... ... Попробуем включить и поставить. Отготавливаем фиксирующие ремни и ощества закрываем, чтобы по дороге не открывался. Снимаем фиксатор и выдвигаем сходни. Разматываем ее, цепляем, заказываем. Рековатор решил, что проще, чем разматывать лебедку, чтобы ее подтолкнуть. Тем более, идет хорошо, легко она. Пошел. Идеально. Идеально. Практически. 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 Теоретически. Практически. Практически. Теоретически. 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 Мы глупим. Потихонечку подтягиваем ее лепеткой и тогда уже передние колеса на металлической платформе уже можно подруливать. подруливать не рулем, а прям за колесо ее управлять. Конечно, на утром это было бы лучше. Утром это было бы лучше. а немножко проехался выровнял относительно задних колес эвакуатор так это легче чем два-три раза ее загружать и выгружать пробуя подрулить эвакуируемый эвакуируемой козырью проще так поправить чуть-чуть эвакуатор а поехали и 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 Тут вспомнил, что газель-то она длинновата для моего эвакуатора, и решил перецепить лебедку не за буксировочную петлю, а за балку, которая находится чуть дальше. Для этого надо сейчас отцепить газель, но чтобы не покатилось, мы ставим ее на передачу и подкладываем кирпичики. Что случилось? Опа! А, не пойдет, не пойдет? Интересно. Ставим. О, блин. Хм-хм. Еще чуть-чуть. Як-хм-хм. Хм-хм. Опа! А, не? Снимаем. Хм-хм. Похни. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Специальными трещотками фиксируем ее к раме, чтобы не прыгала при езде. Добавил субтитры субтитры субтитры. То же самое делаем с другой стороны. Убираем пульт от лебедки в ящичек, чтобы он не размотался по кочкам. В Ярославле вообще такие приличные кочки, друзья. И убираем субтитры. Добавил субтитры субтитры. На этом можно считать процесс погрузки оконченный. И далее нам предстоит тяжелая пятичасовая дорога до Нагивска. Это уже на обратной дороге под Ростовом примерно на заправке. Вообще, два раза пришлось заезжать на заправку по деньгам. Где-то, наверное, тысяча три тратится на бензин. В честном виде плюс поесть. А это уже в Ногинске. Разгрузил ее. Заказчик не встретил. Один тоже был. Все то же самое, в принципе, то, что вы видели в Ярославле. В обратном последовательстве грузил. И тут сложность была. Ее попросили поставить близко в кусты к тому дереву. И, естественно, передорожные кочки не дали толкнуть ее. Поэтому пришлось прибегнуть с помощью того дерева, которое стоит перед газелью. Через него зацепил трос. Через блок. И подтянул его к дереву. Как просил заказчик. Сейчас все увидите на видео. Разматываем лебеночку, чтобы хватило длины троса. Тянем-потянем. Вытянуть не можем. Так, в принципе, все можем, а не такое можем. Разматываем трос. Дерево слишком толстое оказалось. Не смог прикрутить к нему блок. Потом сообразил заветку и сделал отдельно. В общем, дерево не пострадало. Трос был... Футый блок был прикреплен к ветке дерева за трос. Сука. Чем приходится заниматься? Угу. Два сайта, правильно? Закрепил? Я забыл. Угу. Забудь. Сразу сейчас выпили. Давай. Ага. Хорошо. Давай. Ага. Угу. Так. Ну давай нахуй поехали. Опа. Ага. Угу. Чуть-чуть не хватает, да? Давай еще чуть-чуть вытянем. Угу. Ага. Ай. Ребанем сюда. Нечего надо. Настой. Угу. Вот ключевой момент. Все подготовил. Блок привязал. Угу. Не трос, а канат такой. Мягкий канат за ветку. И через этот красный блок, через него зацепил газель. Чтобы хотелось газель, это усилие лебедки, а не эвакуатор. Держу тормоза. Какие дела, друзья? Какие друзья дорогие? Какие дела дорогие? Какие дела дорогие друзья? И быстрее, пока никто не видит от чего засебаться. Вот что нужно. Далее все в обратной последовательности отсоединяем. Складываем. Ничего не забываем. И уезжаю. Угу. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...